Итак, дорогие друзья, продолжаем. С вами Валерий Бовсуновский. Смотрите, у нас курс для тех, кто хочет писать сайты довольно сложные за довольно короткое время. Ребят, в короткое время я вкладываю то, как вы будете впахивать. Я покажу, что делать и как. Мы это рассматриваем. Сначала я перейду к следующей задаче. Для того, чтобы нам написать сайт, нам в следующем шаге надо разобраться с представлением детали вив или, грубо говоря, вьюхами нашими деталь и лист. И на примере этих двух вещей дальше использовать все остальные апдейт и другие методы и миксины. Наша основная задача сейчас научиться переопределять методы. Но для этого мы сначала повторим то, что вам необходимо было сделать к этому моменту. Я это говорю для участников школы, тех, кто новый, смотрит методику, по которой можно работать. Значит, ребят, смотрите. Основной принцип школы Бовсуновского сейчас это мы не учимся писать, а пишем сразу. Что вы для этого сделали уже? Значит, мы прошли до этого с вами url. Извлечение по url. Мы прошли все основные методы. Извлечение по slag, извлечение по namespace, извлечение по getAbsolute url. Мы с вами рассмотрели все самые такие частые исключения. И самое важное, что надо было сделать, мы с вами рассмотрели все в комплексе. То есть нельзя написать, изучить url, не понимая модели, не понимая представления, не понимая шаблонов. Но при этом, сейчас я пока скажу стоп себе, да, и скажу. В описании видео есть ссылка. Есть два подхода к изучению джанга. Вы посмотрите это видео и вправе сами выбрать подходы. В одном случае вы будете писать, в другом случае, сколько вы не затратили времени, вы писать не будете. Это проверено. Так, секунду. Второе. Я вам даю еще статью почитать, где я написал уже более подробно, как правильно изучать джанга. То есть то, что я сейчас рассказываю, можно еще будет перечитать. Что от вас требовалось на данном этапе? Вот видите, написано. Скоро и уверенно. Значит, ваша задача, я вам говорил ранее в уроках, что вам необходимо было написать 4-5 приложений по каждому случаю. Мы извлекали URL по Slack, это ключевое слово, по Namespace, это дает нам возможность писать любые сложные и запутанные приложения, по GetAbsolute URL. Вам необходимо было взять день, два, три неделю, сколько у вас это скоро длится, но получить уверенные знания. Все для этого есть. Для этого вам надо было только понимать, как получить URL. Но, смотрите, мы с вами рассмотрели, нельзя рассматривать получение URL отдельно. Мы с вами, получая URL, рассмотрели модель, рассмотрели представление, рассмотрели шаблон. То есть, и во всех уроках именно так вы должны были рассматривать. Почему это возможно? По одной простой причине в самом URL, в самом URL имело значение, независимо от количества кода, всего лишь одна строка. Всего лишь одна строка везде. Одна строка. В разных случаях одна строка. Дальше код может быть любой. Почему? У нас все есть. Второе. Мы написали сложную модель, не сложную модель. Этого достаточно, поэтому нет разницы, модель сложная или не сложная. Принцип остается принципом. Мы написали не очень сложные представления, поэтому нам этого достаточно было, чтобы научиться URL. И вот сейчас уже следующим шагом мы ставим какую задачу? Абсолютно верно. У нас при работе с моделью есть во вьюхах деталь и лист методы, которые определены по умолчанию. Но об этом я чуть позже сейчас скажу. Это наша задача будет дальше. Они уже работают. Посему при извлечении URL у нас это не имело значения, потому что наше представление работало. Дальше мы будем усложнять. Это уже следующие шаги. Сейчас говорим об URL. И что касается самого URL, в нем заключалась вся суть. При этом, что вы должны еще были сделать, и то, что мы с вами сделали. Мы с вами получили самые важные исключения, то есть и поняли, как их править, чтобы вы разбирались, где править исключение, когда оно выдается. То есть это исключение править URL, это исключение править во вьюхе и так далее. И следующий момент, который вам необходимо было. Мы с вами работали с диспетчером URL по документации Django. И отсюда все брали. По сути дела, за вами осталась тренировка. И выбирая подход, вы лично должны себе были поставить задачу, если вы хотите, должны быть только сами себе, что сейчас по URL у вас должны быть уверенные знания. Если вы пробежали, то в принципе ничего хорошего не ждите. Я сказал, в школе Бовсуновского именно сейчас такой подход. Потому что когда-то в 2012 году я вообще первый в Рунете написал курс под Django на русском языке. Сейчас у меня достаточно знаний, поэтому не утешайте себя. Те методы, что я буду писать потом, они для вас работать не будут. Есть задача сейчас разобраться с URL. Я вам рекомендую достичь уже уверенного написания. Писать столько, пока вы уже в уме не можете легко представлять, что будет. И четко, чтобы у вас четко прослеживалась связь комплексно. Между URL, представлением, моделью и шаблонов. Просто-напросто, как вы видите, мы подошли к URL. Если вы это не сделаете, то просто-напросто вы будете делать, как большинство людей. Они лазят и ищут ответы на исключения неделями. В этом нет смысла. Наша с вами задача научиться использовать документацию и понимать, почему достигаем уверенных результатов. Также мы с вами рассмотрели тонкости, потому что большинство пользователей, которые используют, есть два вида программистов. Одни программисты умеют пользоваться документацией, знают, где найти. Это хорошие программисты. Другие программисты лазят и ищут либо исключения, либо ищут в Google. Это плохие программисты. Плохие программисты задают вопрос, что такое канонический URL, допустим, да, пагет-абсолютный URL. Хорошо, это можно посмотреть в Википедии. На самом деле мы рассмотрели тонкости, я сейчас их проговорю, да, чтобы не тупили. В первых двух случаях послак и namespace идет поиск. Просто находятся первые совпадения и выдается. Оно точное, потому что особенно если мы подключаем ID, да, мы по ID тоже рассмотрели. То вариант с прямым URL, как называется прямой URL или канонический URL, здесь идет поиск по переменной. То есть отрабатывается функция, извлекается именно та страница, которая нужна. Другая не может извлечься. Это те варианты, работа с админкой или когда мы хотим получить 100% нужный URL. Хотя два другие случая тоже гарантируют 100%. По одной простой причине, что, как мы видим в модели, у нас тоже слаг, есть поле уникальное. Другого слага у нас просто джанга не допустит. Я к чему вам это рассказывал? Это не урок. Вот эти все вещи вам необходимо понимать. Посему? Открываем еще раз и повторяем. Читаем фразу. Курс джанга 4 для кого я пишу? Для тех, кто хочет писать уверенно с сайта любой сложности, довольно быстро. Довольно быстро в это понятие я вкладываю, насколько быстро вы сможете освоить. Поэтому не надо ни под кого подстраиваться. Ставим себе конкретную задачу. Когда есть конкретная задача, ее можно легко выполнить. Первая ваша задача это научиться получать URL. Хорошо, мы пишем сайт. Ведь нам надо получать URL, согласитесь, надо. Когда мы начинаем тыкаться и получать некий URL, а я вам показывал в курсах, что есть люди, которые совершенно получают другое, но думают, что одно получают. Мы это рассмотрели. Посему, это надо сделать уверенно. Насколько быстро вы выполните эту работу, зависит от вас. Надо брать столько времени, сколько нужно. Надо день, надо два. По крайней мере, по каждому способу надо написать 4-5 отдельных приложений. Писать надо до тех пор, пока вы четко в голове уже перестом не можете перебрать связь. Она у вас обязательно очертится. То есть вы четко понимаете, что вы извлекаете из модели. Вы четко понимаете, уже видите, будете в голове видеть, что у вас во вьюхе представление. Вы четко понимаете, что у нас делается в шаблоне. Еще раз повторяю. Информации достаточно, чтобы научиться методу. Нам не надо сейчас большой шаблон, нам не надо знать теги, потому что здесь в данном случае имеет значение только одна строка. Дальше тегов можно, дальше нас не интересует. Дальше можно дописывать дизайн и так далее. Когда мы изучили, теперь перейдем к следующему шагу, который мы с вами сейчас будем отрабатывать. У нас есть сайт. У нас сайт, который мы делаем, выводятся определенные страницы. На странице может быть определенное количество записей. Могут страницы выводиться совершенно разным способом. Одна запись, две, три, либо по каким-то другим вещам. Иными словами, опять я повторяю принцип для веб-разработчиков. В веб-разработчикам стоит только две задачи. Задача номер один. Затолкнуть или разместить, говорить как хотите, то, что нам надо в базе данных. Когда оно в базе данных, оно наше. Следующим шагом нам надо его оттуда достать и показать, как нам нужно. Все. Вокруг этой идеи крутятся любые фреймворки и любая веб-разработка. Дальше только наше дело оформить. Обратите внимание. Самым главным, что является в этом курсе, который мы изучали. Я вам много говорил о системе работы с кодом. Иными словами, без системы работы с кодом писать код не будете. Почему? Потому что I это потом, I работает здорово, это и есть система работы с кодом. Неправильная система работы с кодом приводит к тому, что вы код понимаете, а писать не можете. Неважно, сколько времени проходит, месяц, два, год. Просто-напросто вы топчетесь на одном месте и набираете мусора. Чтобы этого мусора не было, то нам нужна система работы с кодом, которую, на примере self и введения в классы, я рассказал на сайте, где разделы Python. Следующий момент, который мы точно должны были знать и по чтении документации, видеть Python, чему я вас и учил. Мы просто обязаны видеть Python во всем. То есть, если мы видим, я скажу по-другому. Здесь мы учились двум вещам. Правильному пониманию документации, что и входит в систему работы с кодом один пунктом, и понимать Python. Если здесь написано модель getAbsoluteUrl, значит метод пишется в модели, но не в представлении. То есть, мы учились читать документацию. Хорошо, все есть в курсах. Итак, вы меня услышали. Я дал вам видео о подходах. Выбираете подход, принимаете решение. Правильное решение будет достичь наивысшего результата сейчас, не потом. Месяц, две недели, один день. Сколько вам потребуется, только берите. Но у вас должен быть результат. Тогда это будет правильно. Тогда вы точно будете писать сайты любой сложности. Иными словами, когда мы переходим дальше сейчас, логично нам перейти к представлениям. Это следующие наши уроки будут. Что нас интересует в представлениях? В представлениях мы работаем сейчас с классами. Нас интересуют готовые методы джанка, где есть вьюхи, деталь, лист и еще куча методов. Апдейты, миксины и все прочее. Миксины для тех, кто только первый раз смотрит видео, это вообще стиль написания кода может быть. Например, библиотека Pandas полностью написана на миксинах. Иными словами, если это посмотреть, иными словами, это я забегаю в будущее, сейчас не тема нашего урока, это мы будем расширять. Иными словами, так как Python имеет множественное наследование, мы можем определить некий кусок кода, который будет что-то делать. Например, извлекать по пользователю. Иными словами, если пользователь авторизовался, то будет он видеть свои записи, как мы там определим, может удалять свои записи. Но весь принцип работы с миксинами заключается в том, что вот этот простой миксинг мы потом добавляем в любые готовые классы. Например, создание статьи, удаление статьи. И он отрабатывает минимум кода, но это уже стратегия написания. Да, чуть дальше. В свою очередь, джанка сам использует большое количество миксинов, что мы сейчас и увидим. То есть, это методы. Ранее я рассказывал, что вот, допустим, single object mixing и так далее, и так далее. Темплейт ответ mixing и так далее, и так далее. Это все есть в джанка. Иными словами, ранее я рассказывал, что до версии джанка 1.7 развивалась по задумкам разработчиков. За это время было наработано большое количество библиотек. И первая библиотека, которая была добавлена в джанка еще 1.7, это создание таблиц. Иными словами, то есть удаление. Ранее, допустим, в джанка можно было только добавить таблицы, а удалить нельзя. Нашелся человек, который написал библиотеку Юг, которая смогла удалять, допустим, базы, созданные таблицей. Ее добавили в джанка, и потом она в джанка. С джанка 1.7 и далее разработчики начали такие приложения добавлять. Допустим, в версии 1.9 или 1.10, я не помню, были добавлены джанка брекес. Я не помню даже, как называется. Я ее использую даже сейчас. Да, я привык к ней. Даже они есть в джанке, но я ее использую. Иными словами, нашелся человек, который написал кучу миссинов. Там залогины. Все это давно перенесено тоже в джанка. То есть джанка это мощнейший инструмент. Это вы поняли. Так вот, этим всем научиться пользоваться. Открываем наши вещи и смотрим. В данном случае модели мы будем подтягивать по ходу. Вот мы с вами изучали URL и разобрали модель. Уже нам достаточно было понимать, что мы извлекаем, для чего. Теперь, для того, чтобы написать более сложный сайт, перед нами стоят два вопроса. Вопрос номер один. Что мы будем делать? Первое. Смотрим на сайт. Есть записи. То есть, по сути дела, значит, нас интересует первое, что сортировка записей с базы данных. То есть, каким образом их извлечь. И второй момент. Как их показать? Действительно, если мы открываем документацию, то мы здесь видим методы. И видим методы, допустим, getCureset. То есть, get говорит о чем? Get говорит, это запрос единичный. И данные методы имеют какие-то определенные... Я не буду говорить закрученные, я скажу проще. Базовый метод, допустим, получить объект, имеет определенное количество методов, которые название объекта, выемку с базы данных, по генацию и так далее, и так далее, слаг, филд, поле по имени и прочее. Иными словами, нам надо научиться двум вещам. Для того, чтобы получать любые записи и такие, какие мы хотим получить, а не то, что получится, нам надо осознанно разобрать все методы, научить их использовать практически. И здесь, как раз таки, как я сказал, у нас и получится следующий момент. Работая с представлениями, мы будем в любом случае опять работать с полной моделью. То есть, модель представления URL-шаблоны. Но, по сути дела, если с URL, у нас вопрос уже отпал, вы его изучили. А если не изучили, то я очень настоятельно рекомендую довести до автоматизма, чтобы, когда мы работаем с URL, вы не догадывались, не тратили время на ошибки, а вы уверенно уже заполняли. Вы меня услышали? Надеюсь, да. Здесь мы как раз встречаемся с двумя вещами в представлении. Пересекается у нас в основном модель и шаблоны. Каким образом они пересекаются? Кересет – это и есть излечение. Излечение. А шаблоны – как вывести? Иными словами, если мы сейчас посмотрим лист VIV, чтобы было более понятно. Если мы посмотрим лист VIV, чтобы было понятно, я говорю неправильно, я говорю по-немецки. Ну, вьюха скажу. Тогда будет всем понятно. То мы видим, например, видим переопределение getContextData. Data, мы запомнили у вас сразу уже давно, что data – это значит много. Иными словами, здесь приходится пример, каким образом что вывести. Это относится к шаблонам. Так вот, нам надо уверенно понимать, что есть методы. Какие относятся к чему методы, для чего применяются. Основными аспектами для нас здесь будут все-таки в приоритете – это getContext, name или data. Иными словами, name – одна запись, data – много записей. И getCAD, и getCAD, иными словами, это самоизвлечение. Для этого нам надо понять уже сразу. Я ввел очень простой запрос. Мы работаем именно таким образом. Я ввел запрос DjangoListViv – исходный код. И без труда его нашел. Поэтому мы можем прямо сейчас посмотреть, и мы будем использовать исходный код. Мы можем легко найти то, что нам надо. Я вас учу работать с исходным кодом. Вот у нас есть базовый класс ListView. Мы видим, что здесь применяется то, что я вам объяснял, MultiObjectMixing и View. Далее мы легко можем просмотреть, что нам нужно. Вот что нас интересует на данный момент. Значит, нас интересует первое – сами переменные. Смотрите, здесь определено две вещи. Первое нас будет интересовать больше. Ребята, а ведь это уже пошел Python. Поэтому будьте благоразумны. Не надо задавать вопрос, ребята, какой, что. А можно изучить Django, не изучая Python? Ребята, это будет стопия, поверьте мне. Потому что я очень много говорю именно на языке Python. Ведь понимая Python, можно работать Django. Иначе это угадывание будет. Почему? Есть курс разработка, становление с нуля, где мы изучаем Python. Пожалуйста, доведите. Я там рассказывал очень много. Функции должны быть доведены до автоматизма. Вот сейчас показываю на практике. Я не гадаю. Я просто знаю, что смотреть. Я посмотрел и считал. А, например, в разделе разработка мы так вошли в классы. Во-первых, изучили, поняли, что такое система работы с кодом. И с чего начинается ваша настоящая работа программирования с наработки этой системы. Второе. Мы вошли в классы. Я показал, как правильно войти в классы. И разобрались с целью. Почему? Здесь я легко считываю сразу. Мне понятно, что я считал параметры. Реквест. Реквест. И далее. Мы с вами изучали арк кварц. То есть абсолютно любые параметры. Любые типы данных здесь написано. В данном случае написано, типами данных могут быть кортежи, списки, либо строки, либо байки. То есть все, что угодно. Здесь мы работаем со словарями. Что нас сейчас интересует? На самом деле нас интересует сейчас object-list. Иными словами, то, что мы уже получили, лист объектов. Нам важно посмотреть по умолчанию, как устроена логика. И мы видим, что object-list написан как переменная, объявлен метод getReset. В данном случае, если вы знаете Python, то эта часть указывает на адрес в памяти Python. И self, получается у нас прямая ссылка, но по self надо смотреть уроки. Потому что как напишут такое self, и вы знаете, я выпадаю в осадок. Мне страшно становится. Далее. Давайте посмотрим, что касается выборки. Иными словами, я вам только что рассказывал. Мы можем показывать записи любым определенным образом. Так вот, нам сейчас интересует, а что же здесь по умолчанию. Если мы посмотрим, то мы видим сам миксинг. Если мы промотаем, мы без труда находим какие-то другие миксины. Да? В данном случае. И в любом случае, здесь мы видим, что модель будет завязана в данном случае на шаблоне. Ага, мы поняли. Сразу мы можем понять, какие исключения мы можем получить. Но что нас интересует? Нас интересует следующее. Сейчас покажу. Сейчас покажу, что я хотел посмотреть. Секундочку. Вот. Мы видим сам мультиобжект миксинг. Видим поля. В первую очередь, на что мы обращаем внимание. Обязательного ничего нет. То есть, мы видим истина. Ничего нет обязательного. Далее мы видим сам метод. Вот он. Далее, что нас интересует? А что по умолчанию делает метод? Абсолютно верно. Мы находим аль. Это я и говорю. В данном случае мы начинаем работать с базой. Давайте наберем. Давайте наберем джанга. Давайте нажмем документацию. Я говорю по джангу 4. Поэтому мы сейчас увидим, что в четверке навряд ли что-то поменяется в данном случае. Здесь будет только новый редис. Пока просто откроем страницу, потому что 4 выйдет официально через 2 месяца. Вот кересет метод. Иными словами, вот это есть методы. Мы находим легко метод аль. Где видно, что это вывести все записи. Мы можем сейчас уже ввести 4.0. А потом она официально станет. И просто-напросто посмотреть. Тот же аль, та же запись. То есть ничего здесь в данном случае не поменялось. Отлично. Но есть много каких-то мелких изменений. Посему уже мы это говорим тогда о четверке. Именно вот этот метод в данном случае здесь и указан. Все понятно. Пока нам здесь достаточно. Мы поняли, что является основой в лист вив. То есть во вьюхе лист является основой. Это излечение и шаблон. На что нам надо заострить внимание. Далее мы видим все остальные методы. Если мы посмотрим лист вьюху нашу. То мы видим все остальные методы. Давайте посмотрим исходный код. И посмотрим. Допустим, возьмем getContextObjectNano. Видим из погената, погенация и так далее. И действительно, если в исходном коде мы видим это своими глазами, что это обычные методы. То есть выборка, сортировка, погенация с базы, погенация, дальше пошли, сколько страниц вывести, getPogenata и так далее. Иными словами, что нам это дает? Зачем мы рассматривали документацию? Документацию мы рассматривали для того, чтобы понять, какие начальные параметры заданы. Чтобы понимать саму нашу документацию. Посему мы для себя определяем следующие шаги, которые нам надо сделать. Нам надо сначала изучить базовые две вещи. Это вывод всего списка, то что мы сделали, и вывод одной страницы. Если с URL мы уже достигли нужных результатов, в данном случае у нас идет извлечение по SlackPage и вот домовой воробей. То есть вот он Slack. Все. То теперь мы хотим получить возможность вывода абсолютно разных записей и абсолютно по-разному. То есть наша структура будет усложняться. Именно поэтому мы с вами залезли в исходный код и посмотрели, что там на входе. То есть как определено по умолчанию. Посему легко формулируем нашу задачу, которая заключается в следующем. Заключается в том, что нам надо научиться переопределять эти методы. Упор делается на две вещи. На шаблоны, то есть контекстная выборка. Наверное, надо будет все-таки более подробно разобраться, что такое контекст, что такое запрос-ответ и выборка самой базы данных. То есть что получить. И здесь мы увидим другие методы, которые мы только что видели в исходном коде. Мы их видим. Все их надо переопределять. Посему опять у нас стоит задача правильное чтение документации. То есть опять же согласно, как я вас учил, системы работы с кодом, мы будем идти от нашего кода. Он нам понятен. Так, это не то. Другое представление. От нашего кода, так как мы его рассказываем логически. Он нам понятен. И понимать то, что говорится в документации. Потом начнет работать обратно. Когда мы научимся применять все методы, иными словами, у нас появятся все инструменты для вывода записи из базы данных абсолютно разными способами. Это задача номер один. Второе. Мы научимся, как показывать их на странице. То есть именно как при помощи шаблонов. Открываем наш курс. И видим. Да, Бовсуновский абсолютно писал. Ребят, повторяю. В данном случае мы опять работаем комплексно. То есть, и опять мы ставим задачу научиться профессионально сразу. Иными словами, вы повторяете абсолютно то же, что я говорил с URL. Достигаете максимально значимого, уверенного результата сразу. Не торопитесь. Нужна неделя. Берите неделю. Нужен месяц. Берите месяц. Все. Вот это довольно скоро. Складывается только лично на ваше. Могу работать 24 часа в сутки. Написал сегодня 10 приложений. Все четко понимаю. Отлично. Я прошел за сутки. Я хочу, я работаю 5 дней в неделю. У меня есть 2 часа. Я занимаюсь URL в течение месяца. Но я его прошел. И тот, и этот человек будет писать код уверенно. Будет писать любые сайты. Поменяет работу. Таким способом, да. Как только вы что-то упускаете, но я это говорил. Еще раз повторяю, не первый раз. Рассматриваем комплексно. Только со стороны представлений. Сейчас я сформулировал общие задачи. В уроках сайт spb-tut.ru, где есть раздел Zang4, в уроках мы будем уже эти общие задачи развивать на более конкретные. В результате мы должны сейчас, на данный момент, только четко понять, что нам надо сделать. Давайте перечислять. Первое. Продолжаем дальше отрабатывать систему работы с кодом. Для того, чтобы эти слова не были словами для людей, которые только первый раз смотрят данное видео, рассказываю. Знаете вы или не знаете, у вас на данный момент есть система работы с кодом. Определяется она очень просто. Определяется она очень просто. Если взять график, здесь ваш уровень, здесь время, то в зависимости от системы работы с кодом вы можете находиться через год на одном и том же уровне. Почему? Потому что ваша система работы с кодом заключается в том, ай, ура, работает, ай, это потом, документацию не знаю, изучу в Google и так далее. Иными словами, вы ни в чем толком не разбираетесь. В результате, результат вполне предсказуем. Вы будете понимать код, писать вы не сможете. Вся ваша жизнь программиста будет заключаться в том, что вы будете искать исключения, и на это ваше программирование будет заканчиваться. Вы будете радоваться, когда она находится... И получать не то, что мы хотим, а то, что получилось. Это вариант плохой. Есть второй вариант. Второй вариант. Мы можем получать результат, который мы хотим. То есть двигаться вот так. Это еще не все. Это тоже плохой вариант. Почему? Потому что он начинается с нуля. На самом деле с нуля все не начинается. Это вас на других курсах могут сказать, что вы чему-то учитесь. Ребята, вот помните, вы учили таблицу умножения. Вы что делали? Я выучу и когда-то буду знать. Нет, ребята. Вы просто садились и учили. Учили, учили, а потом вы ее просто знаете. Вот так надо подходить. Иными словами, я вам рекомендую сразу... Сразу вот взяли URL, научились профессионально. Есть еще много возможностей, но вы их уже сможете легко применять. Мы их... Давайте я буду говорить мы. Мы будем легко применять. Почему? Потому что мы можем пользоваться базой. Дальше можем рассчитать сколько угодно. В данном случае мы подошли к второй вещи. Это к представлению. То есть для нас, как мы ранее определили и посмотрели исходный код, для нас интересуют две вещи. Это выборка с базы. Мы посмотрели. По условиям исходного кода это все записи. Действительно, это так. Мы ведь это уже получили в URL. Самого простого. Второй момент, который мы с вами знаем, что с шаблоном. Мы уже начали работать. Для этого, опять же, нам не надо знать все шаблоны. Нам весь шаблон, мы к нему придем. Но это когда нам будет надо оформление. Сейчас нам надо, опять же, базовые вещи, но профессиональное владение выборкой. Для того, чтобы вывести то, что нам нужно, а не то, что получится. Здесь имеет большое значение система работы с кодом. Запоминаем. Я рекомендую новичку первые полгода работать осознанно, то есть контролируя себя. Системе работы с кодом я написал. И рассказывал в тех видео в школе. Поэтому вот это плохой вариант. На самом деле, самый правильный вариант в этой жизни нет ничего последовательного. Есть иррациональное. Вот так. И далее вы начинаете расти. Вопрос. Вы становитесь вот отсюда. Тогда ваш уровень становится сразу высоким. Почему? Именно я здесь демонстрирую этот подход. Почему мы можем быть уверены, что мы будем писать очень крутые сайты? По одной простой причине, что мы работаем над системой работы с кодом. Я рассказал, допустим, один из пунктов это разбираться в документации. Второй из пунктов, например, это писать в командной строке. Почему? Потому что вся документация пишется в командной строке. Если мы не любим командную строку, не пишем в ней, то мы никогда не будем понимать документацию. С другой стороны, если мы в документации не будем прописывать, допустим, API модели обращения, то мы не напишем толковую вьюху. То есть, иными словами, все завязано. Пункт, какой, например, по системе работы с кодом, работа с Юпитером. И так далее. И мы это должны делать подконтрольно, пока это не станет нашей привычкой. А вот, когда мы ставим задачу, нам надо научиться четко ставить задачи. Мы уже первую задачу преодолели. Это URL. Значит-то, мы уже на сегодня, я считаю, что участники школы это прошли и достигли, умеем извлекать URL. Отлично. Следующий момент, и мы это уже получаем. Все, извлечение пошло. Все работает. Следующий момент, нам надо определиться с двумя ключевыми вещами. Это выборка с базой и заполнение в шаблонах. Что нас остановит на вот этот уровень? На вот этот высокий уровень нас остановит сам подход. Иными словами, как я говорил, в одного, у одного, или чтоб вам не было обидно, у Бовшуновского в первые годы. Вот, работаем, документацию не понимаем, обращался к Google, обращался к компьютеру, обращался к браузеру. Компьютер Бовшуновскому ничего не сказал, браузер ничего не сказал, Google напутал, документацию зашел, ничего не понимаю. Полный атаск. Ну, будем искать за счет исключений, а вдруг что получится? Неделю мучились, ну что получилось? Да, абсолютно получилось. Через неделю методом научного тыка. А что получилось? Ну вот работает. Нет, править ничего не буду, но не будет работать. Это не наш вариант. Вот это и есть тот вариант, который нельзя использовать, ребята. Почему? Потому что вне зависимости от времени результат будет тот же. Второй момент. Мы становимся на этот уровень. Почему? Потому что, первое, мы начинаем работать осознанно, система работает с кодом. Как мы себя проверяем? Буквально через 2-3 месяца, открывая код, когда мы отработали URL, потом отработали функции, мы начинаем четко себя ловить на мысли, что у нас есть два навыка. Первое. Мы читаем, что написано в коде и, как делает Бовсановский, допустим, надо найти GetAbsolute URL, как вас учит. То есть, по системе работы с кодом мы постоянно работаем с доками. Я не говорил, что ничего не надо искать в Гугле. Я сказал, что отталкиваемся от Google, потом от доков, потом в Гугле посмотрите, как делают другие люди. Вот это нормальный вариант. Я не сказал, что Google отбросьте. Я сказал, что разбираемся документацией. Я набираю, допустим, GetAbsolute URL, при этом я четко понимаю, что он делает. Я четко понимаю, вот как мы изучили разницу между namespace, между ID, хотя это все может использоваться в GetAbsolute URL. Ранее те способы, я понимал, что это идет поезд и находится первый вариант, GetAbsolute URL, я получаю канонический URL и я могу его найти в документации. Я понимаю, где его найти, я это делаю быстро. Хороший программист знает, где найти и как использовать. Именно это отличает хорошего программиста от плохого. Иными словами, я легко нахожу GetAbsolute URL, если я что-то подзабыл. И мне надо посмотреть примеры. Мне не надо ничего запоминать. Мне надо было просто понять простую вещь, что GetAbsolute URL, запомнить, самое простое. GetAbsolute URL работает с моделью и в данном случае работает конкретно функция. Например, я для того, чтобы вам помочь разобраться, оставил где-то какие-то скрытые вещи, то есть не до конца рассказал, но написал приложение, которое поможет вам. Ага, 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 сейчас, секунду. Иными словами, я просто знаю четко одно, что GetAbsolute URL, согласно документации, которую я точно умею читать, и мы с вами этому учимся, что GetAbsolute URL заполняется документацией, это является методом. То есть, иными словами, а метод это точное исполнение. Иными словами, это обращение конкретики. Я использую метод, при этом я вижу, что идет обращение по ПК и по слаг, конкретно в область памяти. Иными словами, все ошибки и исключения у меня исключены. При этом я могу использовать ранее изученное, то есть я могу, если у меня в приложении 20 приложений, при этом как-то сходятся одинаковые файлы, допустим, индекс базы, и так прочее, я могу использовать и обращение по имени, в конце концов, и пространство имен. То есть, все, что я ранее изучил в URL, я могу использовать. Иными словами, открываем и смотрим. Это и есть вот здесь на уровень. То есть, я четко понимаю, у меня стоит четкая задача. Я знаю, у меня стоит вопрос, я хочу писать сайты. И я должен четко ответить, а почему это произойдет. И я себе отвечаю. Это произойдет благодаря следующим причинам. Первое. Я четко уже умею извлекать URL. Второе. Если на данном этапе я могу, ставлю себе задачу, что разобраться с базовыми вещами, и научиться определять методы. Переопределять. Переопределять их осознанно. То есть, получать то, что мы хотим. Я четко понимаю, в первую очередь, оставлю себе методы по базе и по шаблону. Иными словами, опять же, я четко понимаю, что я буду делать. Чего мне надо добиться до автоматизма. Не завтра, а сейчас прямо к чему перейти. Иными словами, мне надо работать с представлением. При этом я четко понимаю, что выборка будет связана с моделью, а контекст будет связан с шаблонами. Вот таким образом я становлюсь сразу сюда. И я решаю это отработать. Я четко отвечаю себе на вопрос, а что мне это даст? Правильно. И я сам себе отвечаю ответ. Нет, я смогу любым образом выводить записи. Это нужно для сайта. Я отвечаю себе утвердительно. Да, это нужно. Это те знания, которые мне нужны. То есть, система у меня отрабатывается, мой личный стиль, как я работаю с кодом. Я отслеживаю, мы, давайте я говорю, будем мы с вами, мы будем отслеживать и контролировать это. И у нас должен быть, мы хотим, мы должны себе, именно себе, мы хотим закрепить навык, чтобы мы были хорошими программистами. Сначала давайте сформулируем правило. Хорошие программисты от нехороших отличаются одним. Хороший программист умеет, знает где что найти, умеет использовать. В первую очередь, это документация. Здесь я повторяю, те, кто не услышал, я не отбросил Google, я сказал, что начинаем документацию и дальше смотрим, как другие ребята это используют. Но я против подхода, который используют, имея систему работы с кодом, следующую, такую, которая ни к чему не ведет. Я не умею пользоваться документацией, я не знаю Python. Я иду в Google, смотрю, как делает, у меня заработало, это хорошо, я смотрю на код, ничего не понимаю. Я не знаю, что должно происходить, я не могу поставить задачу. У меня что-то получается, я вроде сайт написал, так же рекомендовали, а ты напиши сайт. Так вот, Абовсуновский учит, как правильно учиться. Данная методика, она стабильна, она стабильна, может привести вас к устройству на работу, но это уже вопросы не к Бовсуновскому. Это смотрим пункт и говорим себе. Зависит только конкретно от конкретного человека. А пункт следующий. Довольно скоро, сколько у меня это будет времени. Вот столько это и займет. И последнее, что надо было сказать, что в данном случае, если мы рассматриваем в любом случае Джанго комплекса, то есть все его части. Но ранее мы подходили с URL, далее приходим к представлениям. Здесь целый у Джанго большой арсенал. И понимая самые простые базовые вещи, все остальные, миксенные, все методы имеют ту же структуру. Просто они по-разному называются, разное делают. Но с ними мы научимся. Мы легко достигнем того, что мы хотим. Пользоваться документацией не надо ничего запоминать. Надо просто разобраться и понимать. Мы будем знать, где найти и использовать сразу в процессе написания кода. Это называется профессиональный подход к программированию. Так работают профессионалы. А мы с вами хотим быть профессионалами. Поэтому мы выбираем вот отсюда рост. Иными словами, контроль над собой, работа с системой кодом. Отлично. Теперь давайте, нам остался последний абсолютно шаг. Нам надо понять очень простые вещи. Сейчас у меня, мы будем уже в уроках, нет времени все прописывать и так много времени. Поэтому для себя я проверяю, понимаю ли я, что происходит с Жанго. Но первичное, что мы... Это не относится к Жанго, это просто относится к Python, к механизму действия. Итак, берем первый код, который я только что написал. Для примера, понимаю ли я. Мы себе спрашиваем. Я пишу класс детали VIV. Далее, я определил то, что примерно я смотрел в документации. Там все сложнее. Мне важно понимать принцип, как переопределять. Я создал метод init, конструктор, где я определил, допустим, метод getker reset и определил место в памяти на него. Далее, я пишу, описываю сам метод. В данном случае я написал очень просто. Я вывожу все, примерно как здесь. Мы говорим сейчас не о самой Жанго, а о понимании, как работает в данном случае Python. Это нам очень важно понимать от и до. При этом, что я делаю? Я запускаю Юпитер и ввожу следующий код. Далее, у нас есть базовый класс. Я создаю экземпляр класса, который называю page-detail-viv. Так принято называть, в принципе, в большинстве случаев. Потому что, если модель называется, допустим, absoluta-url, то я бы назвал тогда absoluta-detail-viv. Далее, я проверяю сам метод. Это все упрощенно, здесь нету наследования, все правильно. Я проверяю метод. Где-то я просто пока делал и допустил исключение. Да, где-то, видите, у меня съехалось, почему я сейчас это меняю. Я смотрю, что же у меня за исключение. И я вижу, что у меня первый аргумент в цель. Все верно. Все абсолютно верно. Здесь просто была описка, почему сейчас этот метод будет работать. И я вижу, что я его могу вызвать. Вот он. Я вывожу все. Абсолютно. Я вывел все записи. Далее, я четко понимаю, что в джанго методика такая, что я создал класс паки page в юху, допустим, деталь. И я просто беру и перепределяю этот метод. Я ввожу там то-то, то-то, да. И я переопределил. Я отрабатываю код и беру, смотрю, проверяю этот метод. Я сначала убираю. Далее я запускаю, получаю исключение. Я, то есть мы с вами радуемся. Почему? Потому что мы поступили так, как говорил Валерий Иванович. А что Валерий Иванович говорил? А то, что функции должны отлетать. Функции мы отработали таким же образом, как URL. И три вещи мы делаем на автомате. Первое. Мы считываем параметры. Мы работаем больше. Мы работаем с исключением. Мы знаем, как вызвать функцию. И, ну да, и все. То есть это все у нас уже считывается моментально. Посему, когда мы получили исключение, здесь мы видим, что нужен один позиционный параметр. Позиционный аргумент, который должен быть передан. Посему мы можем где-то, сейчас пробуем ставить простую строку. И действительно, когда, так как мы четко разобрались с параметрами, это было вторым пунктом. Я не знаю, я назвал или нет. То есть, дайте перечислю еще то, что я ранее говорил. Для того, чтобы работать с джангой или с другой любой библиотекой, так как в сессии подобные языки, которые мы изучаем, в основе, в центре стоит метод. Или функция. Функция от метода отличается тем, что в методе есть первый аргумент, первый параметр self, что и отличает функцию от метода. Об этом мы рассматривали в разделе разработка, в self входили. Иными словами, все остальное это работает как функция, поэтому можем рассматривать только как функцию. Второе, как говорил ранее Бавсуновский, Валерий Иванович, мы с вами очень четко что сделали. Мы с вами научились считывать параметры. И мы с вами, кроме этого, научились вызывать функцию или метод. Это второе, что мы сделали на отлично. И третье, мы научились считать важные исключения, которые касаются именно вызова и работы с функциями или с методами. В функции метод класс все исключения будут абсолютно одинаковые. Допустим, передача параметров. Мы не относимся к тем людям с вами, которые полагаются вот на этот метод. Почему? Потому что мы сразу считали параметр. Мы знали, что он выведется. Потому что в данном случае, если мы введем в Google, как я ранее говорил, то видим кучу исключений, которые ищут люди. То есть, иными словами, они просто пропустили функции. Проблема здесь не в каком-то джанго или не в том, что не понимаю. Проблема здесь заключается в том, что в данном случае эти люди не знают базовой работы с функциями. И дальше у них программирование превращается в сплошное мучение. Они гадают, запоминают этот вариант. Вот я это запомню. И в следующий раз не повторю. Мы с вами работаем по системе работы с кодом. И мы функции заранее отработали. Либо начали с джанго и сейчас отрабатываем функции. Почему? Мы получив исключение, уже четко понимаем. Требуется один позиционный параметр. Почему он у нас требуется? По одной простой причине, что в классе деталь вив есть init деталь вив. То есть есть init, то есть класс конструктор, который проводит инициализацию метода и в экземплярах классов в том числе. Мы можем это легко проверить сейчас и убедиться. Но делать это мы с вами не будем сейчас. По одной причине. Сейчас мы разбираемся с принципом работы с джанго, а пайтон мы изучаем в соответствующих разделах. Почему? Считывая мы четко понимаем, что нам надо обязательный параметр. То есть иными словами мы обязаны передать обязательный аргумент и в метод. Мы можем его поставить, либо каким-то образом переопределить. В данном случае просто-напросто мы его переопределили ранее. Как ранее мы переопределили. В наш класс, который является экземпляром класса деталь вьюхе, мы просто прописали этот метод. Именно так работает механизм джанго. И мы написали строку, я вывожу все там 1100. Она другая. Эта строка отличается, я вывожу все. И при этом мы его запустили. Действительно мы получили другой результат и теперь мы можем работать с этим методом. Мы говорим ура, окей. Теперь мы можем, четко понимая, как работает джанго, мы можем дальше работать с методами. Пока все. И так длинное видео. Я хотел лишь сказать всем этим урокам, потому что это не урок. Это подготовительная часть о наших следующих шагах. Я хотел, чтобы вы просто подели, что есть очень простые вещи. Что есть система, допустим, Буфсановского номер один. Это действительно уникальная система, где я учу, как правильно учиться. Один вопрос, как дают большинстве, я не знаю, я вижу часто школа материал. И вижу там, дают то, то, то. Я думаю, ну это для чайника. И, как обычно, пишут, что вот вам функция, модель. Она делает то-то, то-то, то-то. Нас это мало не интересует. Мы и так это изучим. Нас интересует вопрос, а почему мы делаем так? А как это работает? Зачем нам так делать? Так вот, мы получаем ответ. Вполне нормальный вопрос, если мы хотим выводить, то есть давайте я сформулирую по-другому. Сейчас мы ставим задачи разобраться с базовыми методами, вьюх, лист и деталь. И далее уже мы сможем по аналогии использовать все методы. Мы хотим сейчас заняться переопределением методов, чтением документации научить читать, работа с базой. Зачем нам это нужно? Потому что мы хотим выводить те записи и показывать их таким образом, как нам надо. То есть нас мало интересует тот вариант, что это работает так-так. Нас интересует почему. Вот это называется правильный подход. Вот это называется по системе номер один Валерия Бовсуновского. Потому что Джанго, я сказал, написал первый курс еще в 2012 году. Сегодня я могу дать курсы на очень высоком уровне. Поэтому делайте, я даю, и пишите сайты. Но вспоминайте мой пример, ребята, с таблицей умножения. Таблицу умножения вы не будете знать когда-то. Вы просто ее брали и учили. Абсолютно таким же образом подводим итог. Мы делаем здесь, работаем комплексно, используя весь арсенал, шаблон, URL, представление модели. Но подходим с разных сторон. Ранее мы подходили с URL, теперь мы приходим со стороны представления. Почему? Мы это уже объяснили. Мы работаем по системе работы с кодом. То есть, особенно новички, первые полгода нарабатывают систему работы с кодом осознанно, четко ставя вопросы, достигая цели. Пока это не войдет в привычку. Основным в системе работы с кодом является работа с прямой документацией. Вся документация пишется абсолютно идентично любых библиотек, любых языков. Система работы с кодом включает много пунктов. В данный курс под Django я демонстрирую свою наработанную систему работы с кодом, которая дает возможность уверенно работать с документацией на примере Django. Мы можем перенести на язык солидность, допустим, работы с блокчейн. Мы можем перенести на язык Kotlin. В любом случае, везде идет работа с командной строкой. И чтение документации для нас становится понятным. И так далее, и так далее. Вы подили меня. Иными словами, я вам предлагаю вариант стать профессионалами. Значит, остается последняя заключительная черта. Ребята, здесь написано, довольно скоро определяете лично вы. То есть, насколько хорошо вы, допустим, отвечаете на вопрос. Еще один вопрос, чтобы уяснить на 100%. Мы с вами работали с URL. Скажите, пожалуйста, от кого зависит... Вот я написал уроки. Ну, уроки я написал, да, для вас. И уроки для вас, это первый шаг. Дальше работа идет за вами. Закрепить все это и развить навык до автоматизма. От кого это зависит? Абсолютно верно. Ответ вы поняли, да? Спокойно, с компьютером сидя, проговорили. Да, я понял, какой ответ. Я бы проговорил, допустим. В данном случае, в таком случае, мы отвечаем на вопрос, а почему я смогу писать сайты? Потому что URL я уже научился извлекать. И далее, то, что бы раньше рассказывали. Теперь логично нам перейти к следующему. Я проговорил многие вещи абсолютно много раз. Повторение, мать, учение. Кто-то мне пишет, что очень много воды. Ребята, я мог бы объяснить так. Мог бы в течение двух минут объяснить переопределение и все. При этом большинство людей ничего бы не поняли. Такого короткого материала в интернете достаточно. Я хочу всего лишь одного, чтобы человек осознанно понимал. и понимал, что он действительно будет писать сайты. Я вам очень популярно объяснил. И сказал, что для этого надо сделать и как это сделать. Ребят, это же банально просто. Дело осталось за вами. Школа находится по адресу spb-retout.ru Подключайтесь, пишите. Я хотел еще кое-что сказать, но пока проболчу, потому что будут еще многие интересные вещи. Спасибо за доверие. До свидания.